Приветствую вас, жалкие человечешки. В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня на Boosty. Корова говорит спасибо. Также благодарю всех, кто подписывается на YouTube канал, на Яндекс.Цен. Вот, всех поблагодарил. Давайте сегодня пройдем какую-нибудь комнатку на Трайхакме. Сегодня это будет комната Олли. Эта комната мне понравилась, но она немного грустная, потому что она посвящена вот этой вот замечательной собаке. Да, самая знаменитая и самая сильная собака-хакер. Олли Юникс Монгомери. Знаменитая хакерская собака. Но, к сожалению, она не так давно умерла. Rest in Peace. Первая, пятая, 2023. В общем, такая комната, посвященная собаке, немного грустная. Но мы, тем не менее, ее пройдем. В общем, комната уже развернута. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Для начала просканируем ее. Я это буду делать раст-сканом. Плюс я вот такой опции сделаю дополнительное сканирование Nmap'ом, чтобы он определил нам все сервисы и также выполнил некоторые там скрипты. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Так, видим 22-й порт, 80-й порт. Вот этот порт, непонятно что там. Давайте посмотрим 80-й для начала. Так, хорошо. Форма логина. Кроме того, мы здесь видим какое-то приложение PHP IPM IP и его версия. Более того, мы можем просто перейти по ссылке и посмотреть, что это за программа. Возможно, в дальнейшем она нам понадобится. Так, здесь cookie. Замечательно. Open Source IP Address Management. Хорошо. Так, можно почитать, что это за программа. В принципе, ее функционал нам здесь не сильно пригодится, а вот ее уязвимости нам пригодятся. Но чуть попозже. Так, Please Login. На самом деле, я не знаю, как здесь залогиниться. У меня нет ни логина, ни пароля. Давайте смотреть. Так, вот сейчас как раз будет сканирование Nmap. Дождемся результатов. Готово. Так, давайте смотреть. Итак, 22-й порт. Здесь все понятно. Open SSH. Так, на 80-м Apache. Так, есть некоторые файлы вот в robots.txt. Сейчас посмотрим, что там. Так, Login. Так, хорошо. Здесь. Здесь явно какой-то диалог. То есть, посмотрите. Hey, Stranger. Я, Олли. Привет, Stranger. Какие-то вопросы тут задаются. Хорошо. Хорошо. Ладно. Ну, здесь, кстати, интересный формат. Да, то есть, я думал, что здесь может быть какой-то Local File Inclusion. То есть, можно вводить что-то такое, да. Но на самом деле нет. Это значение не имеет для прохождения. Давайте посмотрим, что там robots.txt. Так. Окей. Есть какая-то ссылочка. Перейдем по ней. Нас перекинуло на YouTube. Так, окей. 24 миллиона просмотров за два года. Так, ну здесь какие-то два рэпера, судя по всему, что-то там фристайлят в бассейне. Здесь интересные, кстати, комментарии. Можете посмотреть. Например, да, классный фристайл. Я не могу дождаться, когда его переведут на английский. Еще тут был интересный комментарий про то, что чуваки исполняют так, как врачи обычно пишут. Вот. То есть, я понял, что здесь что-то интересное. Рекомендую посмотреть. Это, так сказать, немножко вас отвлечет от дурных мыслей. А может наоборот. Не знаю. В зависимости от того, как вы такое творчество воспринимаете. Лично я не очень. В общем, это какая-то отсылка такая вот, которую я не понял. Ладно. В общем, нам сюда не нужно на самом деле. То есть, пытаемся уйти. Уйти назад. Ага. Да. Это, видимо, какой-то юмор. Хорошо. Ну что ж. Значит. Ну, здесь все просто. То есть, смотрите, 22-й порт пока нам ничем не поможет. 80-й порт. Здесь какие-то интересные ссылки. Но остается вот этот. 1.3.3.7. Хорошо. Давайте так и сделаем. Я скопирую адрес и попробую netcat'ом, например, подключиться к этому порту. 1.3.3.7. Так. Привет. Странник. Я Олли. Так. Я защитник панели. И люблю, короче, какие-то олени рога. Окей. Как тебя зовут? Так. Ну, например. Какой-нибудь тест. Так. WhatsApp-тест. Я, кстати, пробовал здесь вводить разные типы данных. То есть, тест, там всякие кавычки, всякие специальные знаки. Но вроде как ничего тут особо не работает. Так. What do you have for? То же самое. Тест. Тут без разницы. Так. И он задает нам вопрос. Мы должны определить его породу. И здесь есть варианты ответа. Значит, бульдог, хаски, утка или волк. Ну, утка точно нет, наверное. Вот такая вот замечательная собака. Жалко, что она как бы умерла. Я думаю, что это бульдог. Давайте ответим, как бульдог. Проверим, прав я или нет. Да. Мы правы. Да. И за это мы получаем логин и пароль. Я их запишу. Я буду записывать логин и пароль, которые у нас имеются. Также я запишу свой IP-адрес в системе TryHackMe на всякий случай, чтобы можно было использовать. Так. Хорошо. По идее, все. Давайте проверим, что мы можем сделать теперь. Теперь с этим логином и паролем мы можем, в принципе, зарегистрироваться. Да. Админ и пароль. Заходим. Логин Саксэсфул. Замечательно. Так. Здесь нас встречает фотография этой замечательной собаки. Так. Хорошо. В принципе, в принципе, здесь вы можете осмотреться, но делать здесь особо нечего. По крайней мере, для прохождения комнаты здесь ничего нет. Кроме того, все, что нам нужно, мы и так уже знаем. Это название программы и ее версия. Соответственно, давайте просто поищем. Вот я беру название программы и иду на ExploitDB. Искать. Да. Здесь не так много вариантов. Самый свежий вариант – это то, что нам нужно. Версия 1.4.5. Точно так же, как здесь 1.4.5. Это удаленное выполнение команд. Аутент. Аутентикейтед. То есть, для того, чтобы это сработало, нам нужен логин и пароль. Но мы как раз уже зарегистрировали. Соответственно, этот эксплойт мы можем использовать. Да. Это у нас описание. Мы можем посмотреть. Версия. Это у нас Python. Замечательно. Что нужно для работы этого эксплойта. Можете ознакомиться. Ну и, соответственно, его нужно скопировать себе. Так, я перейду в директорию, где у меня уже все это есть. Я уже все скопировал. Да, у меня уже этот эксплойт есть. Давайте его запустим. Так. Ну, на самом деле, ничего сложного здесь нет. То есть, вот мы указываем эксплойт. Потом параметр URL. Давайте соберем ссылку. Здесь мы указываем базовый IPM-Base URL. То есть, ну, в нашем случае вот так. Дальше. Аргументы. User. Admin. Так. ПВД. Это пароль. И команда для выполнения. Ну, не знаю. Пускай будет ID, например. Так. Путь. Путь на самом деле здесь можно не указывать. Либо почитайте, что из себя представляет этот аргумент. Это, короче, куда будет записан веб-шелл. По умолчанию это как раз var.vvv.html. То есть, нам это подходит. Запускаем. И видим. Login successful. Правильно. Дальше. Вот по этому адресу у нас теперь загружен evil.php. У него параметр command. И вот он вывел нам результат команды ID. Дальше мы можем просто перейти вот по этому адресу. И использовать параметр command. Command. Допустим, ID. Все. У нас есть веб-шелл. В принципе, теперь мы можем спокойно получить реверс-шелл. Давайте это сделаем. Так. Я воспользуюсь теперь вот айпишником. И создам реверс-шелл на питоне. Да, я на всякий случай покажу. Потому что, мало ли, вдруг кто-то задастся вопросом, что это такое. Просто прочитайте. Вам никто ничего объяснять не будет. Да, то есть, иногда нужно просто быть внимательным. Если ты чем-то интересуешься, вот внимательно посмотрите. И вы все поймете. И также вы поймете, что это такое, где это найти. Это, естественно, плагин для Firefox. Вот. Потому что иногда люди спрашивают, но требуют, чтобы ты им написал, что это такое. Они смотрят на экран, но, видимо, они могут просто прочитать. Вот. Все. Понятно, да? Теперь пойдем искать, где здесь. На питоне. Так. Ну, например, вот, питон. Замечательно. Подойдет. Единственное, что мы будем использовать питон третий. Поэтому здесь я просто припишу три. Так, слушатель у нас уже. Запущен. Все. Замечательно. Теперь давайте с помощью этого же плагина найдем, где здесь восстановить. Так. PHP Reverse Shell. Хорошо. Но не подойдет. Ttu. О! Ttu. Замечательно. Давайте пошагово, так сказать. Так. Замечательно. Так. Тут немножко не та последовательность. Ну да ладно. Ctrl Z. Потом вот это. Теперь жмут здесь. Ctrl Z. Это команда. Export Term равно XTerm. Замечательно. Ну и, собственно, все. Можно посмотреть, что тут еще предлагают. Это количество колонок, количество строк. Я только поставлю вот так. Побольше. 150. Ну и все. Собственно, теперь у нас стабильный Shell. Так. Мы. VVV Data. Сразу посмотрим. LS. LA. Угу. Так. Вот здесь есть конфиг PHP. Мы его можем прочитать. Здесь, кстати, будет еще один интересный пароль. Вот в самом начале. Но это для подключения к базе данных. Тоже здесь Oli. I am litist. Hacker. Doc. Но вот этот пароль я выписывать не буду. Не. Выпишу. Выпишу на всякий случай. Хотя, вроде как, он нам не пригодится. Но я просто объясню, для чего. Для чего я это сделал. Так. Хорошо. Ну, здесь больше ничего нет. Так. Теперь перейдем в директорию Home. Посмотрим, кто там. У нас здесь пользователь Oli. Я сразу решил проверить. У нас есть как бы два пароля. То есть я полазил, посмотрел. У нас есть два пароля. Давайте. Значит. Su. Oli. Ну, и здесь нам нужно просто попробовать какие-то из этих паролей. Давайте я вот этот попробую. Так. Не подходит. Давайте попробуем, значит, другой. Который нам дали в самом начале. И который подходил вот к той веб-программе. Который там IP-менеджментом, короче, занимается. Так. Смотрите-ка. Получилось. То есть, видите, мы иногда можем собирать какую-то информацию. Какие-то пароли. А потом их просто пробовать в разных местах. То есть. У меня, например, была мысль, что, возможно, вот этот пароль из базы данных подойдет. Но он не подошел. А подошел тот, который мы получили гораздо раньше. То есть, всю информацию нужно собирать и записывать. Чтобы всегда можно было ее где-то проверить. Вот мы стали Oli. Здесь интересные группы. ADM. Sudo, к сожалению, тут нет. Можно проверить. Sudo. L. Пароль. Еще раз. Пароль. Нет. Никакого Sudo здесь, к сожалению, нет. Ладно. Дальше. В принципе, мы, во-первых, можем перейти в директорию этого пользователя. Посмотреть, что там у него есть. Забрать сразу юзер тексты. Давайте глянем, какие здесь подсказки. Юзер тексты флаг. Oli не дает подсказок. На самом деле, мы знаем, что это не совсем так. Oli дает подсказки. Так. Хорошо. В принципе, здесь можно провести вот такую разведку. PSAUX. Посмотреть процессы. Так. Здесь мы можем кое-что интересное узнать. То есть, во-первых, тут есть какие-то службы, какие-то программы, которые запускаются вот в фоновом режиме. Во-вторых, мы видим, что здесь есть какие-то контейнеры. Так. Чуть ниже, чуть ниже. База данных MySQL. Ну, это понятно. Так. Docker. Хорошо. Вот, кстати, Docker Proxy на порту 1337. Это как раз вот та самая служба, которая нам выдала логин и пароль. То есть, это Docker Container. А вот это, судя по всему, OliBotPy, это как раз и есть вот эта программа, вот этот скрипт на питоне, который предлагал нам угадать породу собаки и, соответственно, выдал нам логин и пароль. Да, кстати, давайте еще кое-что, потому что я, по-моему, кое-что забыл сделать. Так, я еще раз подключусь вот к этому, вот к этому сервису. 1, 3, 3, 7. Так, еще раз. Угадываем, что это Bulldog. Получаем логин и пароль. Так. И вот здесь, в конце, по скрипту, я на него не обратил внимания, но вот сейчас все-таки обращаю внимание. В общем, он нам желает удачи и говорит, что в следующий раз принесите каких-нибудь вкусняшек. Это на самом деле не просто так. Вот. Я вначале не обратил внимания во время прохождения, но потом кое-что меня все-таки заставило обратить внимание. Но вот, если вы попробуете поискать вот этот скрипт, то, ну, сообщите, нашли ли вы его или нет. Так, ну, это уже тут мои. То, что я запускал, это мои файлики. Так, хорошо. Так, я предлагаю сейчас провести проверку линписом. То есть мы сейчас его загрузим и посмотрим. Здесь есть какие-то контейнеры. Вот здесь даже IP-адрес есть. 172.17.0. Там, на самом деле, еще дальше будет двойка. Вот. Давайте проведем разведку линписом. Там будет это все поподробнее. Так, я запущу локальный веб-сервер питоновский. Так. А здесь перейду в директорию темп и вегетом просто загружу линпис. HTTP. IP-адрес я не зря сохранил. Вот он. Забираем линпис. Так, ну, в принципе, все. Вот мы его забрали. Get limpis. Можем отключить веб-сервер. Больше он нам не понадобится. Давайте проверим, что тут есть интересного. Так, ну все. Проверка пошла. Давайте с самого начала смотреть, что здесь есть интересного. Так, если указано вот так вот красно-желтым, то это точно вектор для повышения привилегий. На 95% как минимум точно. Так, значит, группа ADM. Хорошо. Так. CVE-чек. Ну, здесь есть некоторые ссылки на то, что это может быть точно уязвимо. Я посмотрел, что это за CVE. Это PK-экзек. То есть это пол-кит, короче. Две вот уязвимости. Но мы их не будем использовать. Идем дальше. Так, в environment. Ничего здесь особого нет. Так, это еще некоторые эксплойты. Паун-кит. Барон. Сем-эдит. Ну, здесь в основном примерно одинаковый список этих эксплойтов. Скрин. Да, вот интересные программы. Docker, LXC, RUN, RANS. Так, здесь ничего особенного. Разве что вот теперь эти строки выглядят вот так. То есть мы можем посмотреть IP-шники. И порты. Ну, мы и так знаем, что это вот этот скрипт, скорее всего, там висит. Нам это не понадобится. Так, здесь ничего нет. Cron. Здесь не показано ничего. Так, здесь тоже ничего. А вот системные таймеры и сервисы. Здесь есть кое-что интересное. В системных таймерах, посмотрите, feed.me timer. А feed.me по-английски это накорми меня, покорми меня. Да, и вот здесь, например, сервис какой-то. И вот он в сервисных файлах. Feed.me service. Хорошо. И при этом он исполняется по таймеру. Это тоже хорошо. Замечательно. Так, дальше здесь ничего особенного нет. Здесь тоже ничего. Активные порты. Но это то, что мы и так знаем. Есть 22-й, 80-й. База данных MySQL, 1337. Мы про это все знаем. Тут еще есть некоторые другие порты, но можете их попробовать. Там ничего особенного нет. Так, идем дальше. ПК-экзек-полиси. Окей. Так, полезные программы. Хорошо. Да, вот я какое-то время потратил на проверку вот этих вариантов. Checking if container is viable. Да, то есть, тут две программы, которые доступны, действительно. Их можно использовать для повышения привилегий. Но на самом деле немножко не хватает. В одном случае там не хватает прав, потому что там нужны более высокие привилегии. Да, вот он permission denied выдает. А во втором случае у меня тоже ничего не получилось. Поэтому я проверял, но это не рабочий вектор оказался. Идем дальше. Суидных файлов здесь нет. Суидные тут группы тоже не особо. Capabilities тоже не особо. Так. Unexpected in root. Да, здесь в root-директории есть файл тест, но он нулевого размера. Тоже нам не подойдет. Так, вот это вот интересно. var.vvv.html.images. Давайте посмотрим, что у нас там. Сейчас докрутим вниз. Бэкапы. В принципе, здесь можно дальше спускаться вниз. Тут ничего больше нет. Большое количество файлов, которые в веб-директории. Но нас это не интересует. Спускаемся вниз. Очень много файлов, но они бестолковые. Так, здесь тоже ничего. Ничего, ничего. Все, мы в конце. Давайте посмотрим, что в этой директории. var.vv.html.images. Так. Это фотографии. Давайте их просто посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы посмотрели фотографии. Очень милая собака. Тем более, это бульдог, хакер. Я таких раньше не встречал. Но нам остается только взломать эту комнату. Для этого давайте вернемся немножко назад и посмотрим, на что мы уже обратили внимание. Что там было интересного, а именно таймеры и сервисы. Да, это вот здесь. Итак, у нас есть некий сервис и некий таймер. Они называются «Покорми меня». Давайте посмотрим, что это за сервис такой. Так, хорошо. Принадлежит руту. Мы его можем прочитать. FitOliService. FitOli. Покормите Оли. Оли голодный. Рут. И вот здесь execStart. UserBinFeedMe. Отлично. Давайте смотреть теперь, что такое userBinFeedMe. Так, это исполняемый файл. И самое главное, что у нас есть права на запись, потому что мы теперь Оли, а группа Оли имеет возможность читать и записывать вот в этот файл. Также давайте его просто прочитаем, что он из себя представляет. Ну, если это бинарник, то записать в него будет сложнее. Но перед нами обычный баш-скрипт. Бин баш. Ну и, соответственно, сюда мы можем что-нибудь записать. Дальше все просто. Во-первых, я воспользуюсь вот таким вот баш-реверс-шелом. Так, вот сюда я в конец добавлю. Единственное, что я должен поменять порт, потому что 4.4.4.4 у нас уже занят. И, естественно, IP-адрес сменить. Так, здесь все меняем. А здесь спускаем слушатель. netcat.lvnp.8888. Другой слушатель. Здесь проверяем правильность IP-адреса. Порт. Вроде все нормально. Сохраняем. И дальше ждем. Дело в том, что у нас этот сервис, он запускается по таймеру. Соответственно, нам нужно просто ждать. Прошло какое-то время. У нас появился реверс-шел и мы root. Дальше вопрос техники. Просто забираете root флаг. Вот так. В этой комнате было сразу несколько подсказок. То есть, во-первых, Олли подсказал нам логин и пароль, чтобы мы могли получить веб-шелл. А потом он нам также подсказал, что в следующий раз приходите с какими-нибудь вкусняшками. И, соответственно, когда я нашел какой-то сервис и таймер, который назывался feed.me, ну, собственно, дальше был вопрос техники. То есть, понятное дело, что нам нужно копать именно в этом направлении. Хотя, допустим, проверка линпиз показывала, что там есть и другие векторы повышения привилегий. Ну, вот как-то так. То есть, ничего сложного. В конце вообще все элементарно. Ладно. Всем удачи. Всем пока.